Результаты газовых переговоров на Петербургском экономическом форуме красноречивы. Германия претендует на статус главного транзитера российского газа в Европу и отодвигает от российской трубы представителей Украины. Многоходовая сделка между Москвой и Берлином сильно расстроит Вашингтон, Киев и, возможно, Анкару. Подписание меморандума о создании еще одного северного морского трубопровода вызвало бурю непонимания у диванных экспертов. Они уверены, что у России не хватит газа, чтобы использовать на полную мощность и турецкий поток, и расширять северный. Но в этом и дело. Газпрому не нужно полностью заполнять оба трубопровода. Гораздо выгоднее иметь резервную мощность, которая позволит не зависеть от одной транзитной страны или направления. Тактика конкурирующих газопроводов дает первые плоды. Анкара разрешила инженерные изыскания на морском участке потока. Можно считать, что начинается реализация трубопровода, который решит проблему украинского транзита. К тому же меморандум по северному потоку-2 лишил турецкую сторону излишней самоуверенности. Теперь работа над турецким потоком пойдет быстрее, а заявление о страданиях крымских татар в российском Крыму исчезнет. Так что Путин берет ЕС в газовые клещи. А это сильно мешает американской мечте об отделении Евросоюза от российского газа. Строительство турецкого потока и северного потока-2 станет огромной проблемой для газового сдерживания России. Больше не будет одной точки, надавив на которую можно ограничить возможности поставки нашего газа в ЕС. Тут уже не поможет Майдан в Македонии или еще какой-то саботаж. Очень показателен состав компаний, которые вписались в расширение северного потока. Вряд ли флагман немецкой энергетики и компания ЭОН вписалась в этот проект без соответствующего политического прикрытия. Что уж говорить про англо-голландскую компанию Shell. Маршрут нового балтийского газопровода пройдет по маршруту северного потока. Так что Еврокомиссия не сможет препятствовать строительству. Вряд ли немецкое агентство по энергетике теперь откажет в подключении к немецкой газотранспортной системе. И он продавит этот вопрос без особых усилий. После завершения строительства северного потока-2 Германия может занять нишу Украины, став главным транзитером российского газа в Евросоюз. За это и стояли украинцы на Майдане. Зампред Газпрома Александр Медведев. После окончания транзитного контракта с Украиной ни продления, ни заключения нового транзитного контракта не будет ни при каких обстоятельствах. Ввиду экономических, коммерческих, технологических, инвестиционных и политических рисков для транзита газа украинского транзита больше не будет, даже если солнце поменяется с луной местами. В недалеком будущем ЕС будут обслуживать два трубопровода — северный и южный. И никто не будет монопольным транзитером российского газа. Дедлайн — 2019 год. А пока Евросоюзу придется платить и за украинский газ, чтобы просто обеспечить собственную энергетическую безопасность и не замерзнуть зимой. Газовые клещи Путина уже оказывают положительное воздействие на политику ЕС. И это не может не радовать. Продолжение следует...